Ну что ж, продолжим. Что мы все о театре да о театре. Где же музей? Мы же Петербург, культурная столица. Сначала в театр, потом в музей. Ну или в обратном порядке. 4 октября в корпусе Бенуа Русского музея открылась выставка Илья Ефимович Репинг «175-летие со дня рождения». Около 250 работ художника из Собраний Русского музея, Третьяковской галереи, Финского музея Атенеум и многих других. Бурлаки на Волге, Садко, Царевна Софья Алексеевна, Крестный ход в Курской губернии, Неждали, Запорожцы. Знакомые нам с детства названия. Не знаю, как вы, я точно по половине из этих картин, которые я только что упомянул, писал изложение или описание картины. Дескать, что вы видите, то и пишите. Ну, не обо мне сейчас. А еще на выставке блестящие портреты Кисти Репина, портрет Мусоргского, портрет Льва Николаевича Толстого и многие другие. И вот, преодолев очередь из желающих на выставку попасть, самая юная участница редакции программы «Неспящие» отправилась изучать экспозицию. Ксения Иванова продолжит. Почему выставка Репина? Вот ее называют блокбастером этого сезона. Прогноз на то, что мы удивимся, увидев некоторые работы, которые нам раньше не показывали. В Москве народ там брал билеты электронные, я знаю, мои друзья и родственники. У нас все тихо и благородно. Приехал неделю назад из Германии. Я узнал, что только что открыли выставку Репина. И я Репина очень люблю и уважаю. Это же наше искусство, это наше родное, история и все. И поэтому, конечно, раз выставка вышла, посмотрите интересно. Выставка «И правда» как дорогостоящий и успешный кинопродукт ввиду масштаба и количества представленных работ и рассчитанной на массовую аудиторию. Обычно несложно вспомнить сразу пять узнаваемых картин Репина. Весь этаж корпуса Бенуа, 200 работ и история, культура, быт страны через смешливый прищур главного русского реалиста. Выставка построена по хронологическому принципу. Первый зал посвящен годам обучения Репина в Академии художеств, куда он поступил не сразу. В конференц-секретаре, делавшую заключение на его работе, сказал, что тот не владеет тенью, штрихом и тушевкой. 19-летний художник не отчаялся. Он буквально перешел на воду и гречку, снял комнату и поступил в рисовальную вечернюю школу, где вскоре стал лучшим учеником. И лишь после этого успешно сдал экзамены в Академию. Картины, которые встречают нас почти что на входе, интерпретации библейских мифов. Иов и его братья – малая золотая медаль Академии художеств. Дипломная работа о воскрешении дочери начальника синагоги Иаира – большая золотая медаль. Про последнюю Репин вспоминал, что когда ему нужно было сдавать эскиз работы на соискание медали, он представил свою маленькую сестру Устинью, которая умерла в 12 лет, и что если бы она смогла выжить? Другой зал экспозиции посвящен парижским годам в творчестве художников. По окончании Академии он получил так называемую пенсионерскую поездку. Выпускник Академии художеств – пенсионер. Там он написал одну из своих самых известных работ – «Садко» и «Портрет Ивана Тургенева», которым Иван Сергеевич, кстати, был совсем недоволен. Недоволен был Иван Сергеевич с легкой руки тогдашней его возлюбленной Полиной Виардо. Но это не помешало многим поколениям после представлять писателя именно таким. И не только его. Стасов, Мясоедов, Мусоргский, Глинка, Суриков, Рубинштейн. В доме Репина в чуде на Абрамцевой пенатах бывал весь музыкальный, художественный и литературный эстеблишмент того времени. И, конечно, бурлаки – наемные рабочие, которые тянут судно на мель. Министр путей сообщения, увидев работу, был в гневе, мол, нет такого рабского труда в России. Критики же признавали величие. Официально такой тип рабочих окончательно исчез только в 1929 году. Репин – совершенный гоголь в красках. Художник тонко чувствовал сюжеты, меняющиеся России, ловко использовал их на своих полотнах. По ним мы буквально можем изучать историю нашей страны. Брошу я все эти исторические воскресения из мертвых, все эти сцены народно-этнографические, и начну давно задуманные мною картины из животрепещущей действительности. Вторая часть крыла русского музея как бы охватывает расцвет творчества Репина. Здесь те самые девочки из Ниждали, хрестоматийные портреты Толстого, огромное торжественное заседание Государственного совета. Все то, за что Репина стали называть великим и нашим всем. Выставка заканчивается залами, работы в которой предоставил Центральный художественный музей Финляндии Атенеум. Меня это немножко удивило, почему столько работ русского живописца хранится в Финляндии. Оказывается, что после революции родное имение художника Пинаты оказались на финской территории и значились как кокола, а художник был вынужденно отрезан от России. За неимением в отдалении знаменитостей российских, куда за ним, кстати, присылали не одну делегацию, Репин пишет знаменитостей финских – Манергеем, Сааринин, Сибелиус. В этом же зале – портрет большевика и танец запорожских казаков. Кто-то скажет, что испортився художник, делась куда-то фотографическая точность и реалистичность. Под конец жизни у художника отказала правая рука, и последнюю работу он писал левой. Прожил Илья Ефимович Репин 86 лет. Продолжение следует...